Прямой вопрос, прямой ответ, прямое решение. Без цензуры и без купюр. Только вы и глава края. Две точки, одна линия. Прямая линия губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Это проект главных СМИ региона. Своего ТВ, интернет-портала Победа, газеты Ставропольская правда и издательского дома «Периодика Ставрополья». Задайте свои вопросы по телефону доверия губернатора. А еще лучше запишите свой видео-вопрос и отправьте на номер ватсап 8 928 350 8070. Итак, прямая линия губернатора Владимира Владимирова 23 июля в четверг в 18.00. Включайте свое ТВ или ОТР. Школу на 500 мест возведут в поселке Капельница. Строительство начнется в 2021 году. Сейчас местные ученики до 9 класса занимаются в две смены, а старшеклассники ездят в другие школы Железноводска. Новое образовательное учреждение решит проблему. Все дети смогут учиться в первую смену. На работы выделено более 600 миллионов рублей в рамках национального проекта образования. Богатые витаминами урожай в эти дни собирают на Ставрополье. В хозяйстве Труновского района, к примеру, приступили к сбору ранних сортов яблок. Фрукты немного подморозило в апреле. Этого влияло на их количество, но в качестве они не потеряли ни грамма. Совсем скоро яблоневые плоды отправятся на Ставропольские рынки. Часть урожая пойдет на переработку для производства соков. Завершается ремонт двух участков региональной трассы Усневинский-Беломечетская. Скоро там установят знаки и нанесут свежую разметку. Отметим, что проезжую часть реставрируют при помощи технологии ресайклинга. Она поможет повысить прочность всей конструкции. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ливинсградом прогнозируют 21 июля на Ставрополье. Непогода разыграется местами по краю днем и продержится до конца суток. Скорость ветра достигнет 23 метров в секунду. Региональное управление МЧС просит местных жителей быть осмотрительными возле линии электропередачи и внимательными на улице.